Существующий рынок труда должен быть занят местными жителями. Это главная задача, над которой предстоит большая работа. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителя округа. Александр напрямую обратился к губернатору с просьбой помочь в трудоустройстве. В этот же день мужчине, который долго не мог устроиться на работу, было предложено несколько вакансий. О том, как телефонный звонок помог решить проблему, расскажет Любовь Пермякова. Житель округа Александр стал первым дозвонившимся на прямую линию губернатора. Игорю Кошину он задал конкретный вопрос. С чем вы обращаетесь? Можно устроиться. Куда конкретно вы обращались, куда ходили? Везде. Везде резюме, резюме, резюме. По словам молодого человека, работу он ищет по профессии электромонтажника. Летом этого года в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профобразования Центра занятости населения Александр получил данную специальность. С начала 2016 года Центром занятости населения на профессиональное обучение и образование было направлено 76 безработных и 7 женщин в период отпуска по уходу за ребенком. Граждане получили возможность пройти подготовку и переподготовку по таким специальностям, как оператор по добыче нефти и газа, делопроизводитель, слесарь-сантехник, экономика и бухгалтерский учет, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик и электромонтажник. На сегодняшний день из обученных в этом году у нас трудоустроилось 44%. Мы считаем, что это неплохой показатель, потому что основной целью профессионального обучения и дополнительного профессионального образования является повышение конкурентоспособности конкретного безработного гражданина, чтобы ему легче было трудоустроиться и найти работу. У многих, как мы видим по статистике, это получается, это помогает и облегчает трудоустройство. По словам Ольги Михайловны, после окончания профессионального обучения сотрудники биржи труда предоставляют безработному списки организаций и предприятий, куда требуются работники по данным специальностям. Устроиться ли гражданин на данную вакансию зависит не только от профессиональных и личностных качеств, но и от решения самого работодателя. Вчера мы также связались с гражданином, который задал этот вопрос, выяснили всю ситуацию по нему, он озвучил, куда он обращался. И на вчерашний день у нас было три вакансии, которые были ему предложены. Это электромонтер, он завершил обучение по специальности, по профессии электромонтажник по освещению осветительным сетям. А вчера к концу дня у нас еще добавилось две вакансии, поэтому сегодня мы также об этом ему сообщили. Также сотрудники центра занятости связались с руководителями организаций, которые предоставили вакансии по данной специальности. В ближайшее время кандидатура Александра будет рассмотрена.